Еще не так давно для записи видео от лица гонщика или пилота нужно было устанавливать на шлем огромное тяжелое приспособление с пленочной камеры или даже возить на плечах целого оператора. Сейчас такие жертвы не нужны. И современные цифровые экшн камеры значительно меньше, но даже их габариты могут вызвать неудобства. Поэтому тенденции к миниатюризации наблюдаются и по сей день. Сегодня мы поговорим о самой маленькой камере для активной съемки от компании Sony Action Cam Mini HDR AZ1. Она на 30% меньше предыдущих моделей, однако не уступает им по возможностям. Корпус выполнен в фирменном стиле, только немного ниже и короче. Цилиндрическая форма имеет некоторые преимущества над прямоугольной, так как создает минимальное сопротивление воздуху или воде, что особенно важно при перемещении на высокой скорости. Правда, камера может оказаться не такой удобной при креплении на груди. В то же время при установке перед собой корпус почти не заслоняет поле видимости. В камере установлен все тот же широкоугольный объектив Zeiss Tessar с диафрагмой 2.8, рядом с которым находится отверстие стереомикрофона. Кнопка записи с блокиратором перебралась на верхнюю грань. Теперь включать запись еще проще, особенно при креплении на руле велосипеда. К тому же, так меньше шансов сдвинуть само крепление. Кроме кнопок на верхней панели, есть два индикатора. Запись или работа в режиме Live и питание зарядка. Сбоку есть две кнопки, только функций у них теперь немного. От уменьшения габаритов больше всего пострадал экран. Он и в предыдущей модели был небольшим, а теперь и вовсе превратился в микроскопическое окошко. Здесь отображается заряд батареи, тип подключения и статус Wi-Fi. Естественно, управлять режимами съемки прямо с камеры, как и в старших моделях, тут нельзя. Все режимы задаются исключительно с пульта или мобильного устройства. Сама же камера позволяет начать запись только в заранее установленном режиме. Инфракрасный датчик, встроенный динамик и метка NFC на месте. Из портов остался только microUSB, через который происходит синхронизация камеры и зарядка. Кстати, во время зарядки можно продолжать съемку. Ниже слот для карты памяти формата microSD или memory stick micro, а также дублирующий индикатор с записями. С другой стороны находится фиксатор батарейного отсека. Аккумулятор имеет емкость 640 мАч, что в два раза меньше, чем было у AES 100V. Примерно во столько же уменьшилось время автономной работы. С включенным Wi-Fi камера смогла записать чуть более часа видео в формате Full HD. Снизу есть только нестандартная штативная резьба, куда крепится комплектный переходник на стандартную. Само по себе устройство защищено от брызг по стандарту IPX4. В отличии от GoPro Hero 3 Plus, им можно пользоваться без чехла под дождем или снегом. Но для съемки под водой вам потребуется водонепроницаемый бокс. Под эту модель пока что предоставлен единственный вариант стандартный. Бокс выдерживает погружение до 5 метров и падение с 1,5 метров. На нем повторяются все кнопки камеры. Есть мембрана микрофона для записи звука и штативная резьба. Практически все остальные аксессуары совместимы как со старшими камерами, так и с этой. Крестообразное клеящееся крепление, шарнир на руль велосипеда или мотоцикла, присоска, браслет на запястье, ремешки на голову или шлем. И это только малая часть фирменных аксессуаров из имеющегося ассортимента Sony. Пульт управления не особо отличается от того, который был с камерой Sony AS100V. Он достаточно крупный, хотя на руки смотрится аккуратно. Качество изображения у полуторадюймового экранчика невысокая, зато картинка обновляется почти без задержек. Верхний индикатор показывает заряд пульта, нижний – камеры, не перепутайте. В меню можно менять режимы съемки, управлять всеми настройками и даже просматривать и удалять файлы. Этого очень не хватало предыдущим моделям. Все то же самое можно сделать и со смартфона, на заметку тем, кто решил купить комплект без пульта. А благодаря NFC соединение происходит вот таким простым движением. Забудьте про проблемы с паролями и авторизацией. Как и в Sony AS30, в этой камере установлена 7-мм CMOS матрица Exmor R с задней подсветкой. Эффективное разрешение 11,9 Мп. Обработкой изображения занимается высокопроизводительный процессор BIANCE X. Максимальное разрешение видеокадра Full HD. В таком формате можно устанавливать скорость записи 30 или 60 кадров. Мы рекомендуем использовать второй вариант, так как он обеспечивает более плавную передачу движения. По умолчанию видео записывается в формате MP4 с потоком 28 Мбит в секунду. Если переключить в профессиональный формат XAVCS, поток изменится на 50 Мбит. Низкое сжатие дает более глубокую прорисовку и меньшее количество артефакта. На этот формат стоит обратить внимание пользователям, которые не только хотят получить максимальное качество, но и собираются делать серьезную постобработку в редакторе. Правда, есть один нюанс. Для записи с потоком 50 Мбит нужна скоростная карточка 10 класса. Корректировать экспозицию по-прежнему нельзя. Все, что можно изменять, это пресет баланса белого под водой или над водой, а также насыщенность цветов, натуральные или яркие. Наверняка многие из вас ждут сравнения качества с GoPro. Для этого мы использовали не самую свежую, но все еще актуальную модель GoPro Hero 3 Plus Black Edition. Съемка в солнечную погоду показала, что камера от Sony дает более глубокие и приятные цвета, но у GoPro чуть выше детализация и не такие сильные геометрические искажения. При съемке в контровом свете AZ-1 выиграла за счет более широкого динамического диапазона, в то время как у роликов с GoPro выше контрастность. Одно из главных преимуществ модели от Sony – наличие цифровой стабилизации. Steady Shot хорошо подавляет не только дрожание при ходьбе, но и смягчает тряску, например, при езде по неровным дорогам. Однако у стабилизации есть и минусы. Она не делает картинку идеально плавной, немного замыливает детали и уменьшает угол обзора со 170 градусов до 120, так что пользоваться ею лучше при необходимости. Ни экшн-кам от Sony, ни устройство GoPro не имеет автофокусировки, а соответственные режимы макросъемки. Все, что ближе 30 сантиметров, будет нечетким. В HD формате тоже есть несколько режимов записи. Скорость 30 кадров в секунду будет компромиссным вариантом между качеством и размером на случай, когда нужно быстро загрузить материал в интернет или для записи очень длинного ролика. В режиме Super Slow исходный ролик будет замедлен в 4 раза. Падающий снег, вылетающий песок из-под буксующего колеса, прыжки или любая другая динамичная сцена, снятая таким образом, будет смотреться куда более эффектно. А вот режима замедления в 8 раз эта модель, к сожалению, не имеет. Нет и функции съемки при недостаточном освещении, но, как показывает практика, Sony SZ1 с этой задачей справляется даже лучше, чем главный конкурент GoPro Hero 3+. Отметим также хорошее качество звука со встроенного стереомикрофона. А вот возможности подключения внешнего, как и в старшей модели, нет. Кроме видеозаписи, можно делать и обычные фотографии с разрешением 12 мегапикселей, правда в пропорции 16 на 9. Поддерживается серийная съемка до 10 кадров в секунду. По качеству фотографий камера ничем не уступает продвинутым мыльницам. При этом такой широкий угол съемки вы не найдете ни в одной из них. В добавок здесь появился интересный режим Motion Shot. В нем можно сделать серию последовательных снимков двигающегося объекта на одном и том же фоне. Также есть интервальная съемка до 1 кадра в минуту. В таком случае разрешение будет 1920 на 1080 точек. Потом из этих снимков можно будет смонтировать эффектный видеоролик таймлэпс. Камера также поддерживает функцию потоковой передачи видео через сервис Ustream. Для подключения нужно пройти короткую процедуру настройки через ПК и иметь Wi-Fi подключение с доступом в интернет. В качестве модема можно использовать смартфон. GPS модуль перекочевал из камеры в пульт, о чем говорит эта пиктограмма. Учитывая, что радиус действия Wi-Fi соединения около 10 метров, на точности позиционирования это не отразилось. Зато при подключении нескольких камер геотаргетинг будет у всех, а дополнительный заряд будет расходоваться только у пульта. Собственно, вот для чего конкретно нужен GPS модуль. Он сохраняет координаты, маршрут и скорость вашего перемещения. В программе Playmemories Home полученные данные можно наложить прямо на изображение с эффектами в стиле видеоигр или же в два клика отметить места съемки на карте мира. Камера стала компактнее, что несомненно плюс. Но в то же время настройками невозможно управлять без смартфона или пульта. Такая зависимость не лучшим образом сказывается на автономности, когда вы вдали от цивилизации. А в целом, по качеству съемки AZ ничем не уступает старшей камеры AS100V и даже может похвастаться новыми полезными функциями. Так что в преддверии лыжного сезона есть повод задуматься о покупке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok